МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не поделили мусор, что рассорило чиновников и частную компанию в Днепре, и почему город рискует утонуть в отходах. Протесты после победы в Венгрии. Тысячи оппонентов новой власти вышли на улицы города, чего требуют демонстранты. Предложений о повторных ударах по Сирии нет. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, союзники обсудят такую возможность, но лишь в случае повторного применения химоружия в Сирии. США, в свою очередь, планируют ввести очередные санкции против ВРФ за поддержку режима Башара Асада. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на письмо посла США Джона Хансмана в российский МИД. Тем временем Совбез ООН отклонил резолюцию, внесенную в Москву, относительно ракетных ударов в Сирии. Большинство стран встали на сторону Вашингтона. А эксперты обсуждают, была ли атака эффективна или просто демонстрация силы. Американские удары по Сирии в израильских медиа сейчас тема номер один. Мнения полярные. Одни считают удары слабыми, дескать, от них никакого толка. Другие говорят, что это было послание от Трампа лично Асаду. И оно вполне недвусмысленное. Не переходить красную линию. Но сам факт ударов в Израиле поддерживают практически единодушно. Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Вчера вечером я говорил с премьер-министром Терезой Мэй. Я сказал ей, что важное международное послание, переданное с помощью этих ударов, говорит об абсолютной нетерпимости к использованию запрещенного оружия. Главный союзник Асада Россия пыталась провести через Совбез ООН резолюцию, осуждающую применение силы против Сирии. Резолюцию отклонили большинством голосов. За проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Господин президент, позвольте мне настаивать на том, что удары являются необходимым ответом, учитывая химическую атаку в Сирии. Этот ответ в соответствии с законом и нашей политической стратегией, которая должна положить конец сирийской трагедии. Относительно эффективности ударов Белый дом и Пентагон говорят, они-то достигли своей цели. Инфраструктура производства и хранения химического оружия, если не уничтожена полностью, то как минимум серьезно повреждена. В доказательство приводят спутниковые снимки исследовательского центра вблизи Дамаска. Там разрабатывали отравляющие вещества. На снимках видно, что комплекс полностью разрушен. Если использовать футбольную терминологию, то в этот раз американцы выступили на Ближнем Востоке в роли эдакого арбитра, который показал Асаду карточку, но не красную, а желтую, то есть попросту предупредил. Вряд ли в Белом доме хотят смещения сирийского диктатора, особенно учитывая печальный опыт вторжения в Ирак, потому что прекрасно понимают, что за этим последует развал страны, хаос, новый халифат, а значит новая война. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен напряженными отношениями между Россией и странами Запада. По его мнению, между сторонами практически не осталось оснований для полного доверия. Штайнмайер призвал лидеров Евросоюза убеждать Россию путем диалога и постоянно указывать Москве на последствия ее действий для будущих отношений с европейскими странами. 24 обстрела украинских позиций, в том числе и с тяжелого вооружения. Такие данные опубликовали в пресс-центре штаба АТО. Уже традиционно боевики ведут огонь под Авдеевкой и Песками, используют запрещенные минскими соглашениями калибры. Никто из украинских военных за прошедшие сутки не пострадал. Сегодня же на передовой почтили память погибших военных за 4 года проведения АТО. Подробнее Игорь Левенок. Молча преклонив колено, они возлагают цветы к обелискам павших героев. В поминальное воскресенье наши армейцы почтили память погибших товарищей. Памятные знаки и обелиски с национальной символикой. Сейчас на Донбассе их часто можно увидеть вдоль дорог. Это значит, что здесь отдали жизни за свободу Украины наши военные. 19 июня 2014 года при освобождении города Северск на этом месте погибли семеро разведчиков. Ехали допомогать роте, которая попала также в бой. Право по этой дороге одна рота заняла околицу села и вступила в бой с противником. Так как это был первый бой, все хлопцы были молодые, без досвиду, командир батальона. С командир роте сразу кинулся на допомогу, на выручку. И, на жаль, на этом месте, мы видели, их ждала засада. Два БТРа с бойцами на броне двигались по этой дороге. По обе стороны трассы прятались боевики. Они открыли шквальный огонь из стрелкового оружия и начали расстреливать ребят, которые сидели на боевых машинах. Александр тогда командовал одним из бронетранспортеров. Мой БТР ехал сразу за ними, получается. Мы увидели, что ихний БТР попал под обстрел плотный. Буквально там с 10-15 метров был плотный стрелковый бой. И мы, прикрыт своим броней, зашли слева, получается, сравнялись полностью. Так же самое попали под обстрел. И ихний БТР начал сдавать назад. Мы, получается, вырываемся, разрываем засаду. Бой длился полчаса. На помощь к разведчикам выдвинулась дополнительная бронегруппа. Им удалось спасти раненых, но семеро армейцев погибли. С этого поворота вот тут все и произошло. Не успела бронегруппа буквально 4, максимум 5 минут уже приехали. Ребята были расстреляны все. Забирали тоже их с боем. В том бою армейцы 24-й бригады уничтожили около 20 боевиков. Семерых побратимов похоронили во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Самому старшему из них было 37 лет. Младшему – 19. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Неспокойно было и в столице. Правоохранители до сих пор выясняют, чем именно подорвали один из офисов компании «Киевэнерго». Взрыв прогремел около полуночи в одном из спальных районов Киева. Здание выбило окна и двери. Обошлось без пострадавших. Сначала полицейские заявили, что преступник использовал гранату, а затем опровергли эту версию. Первая информация про то, что злоумисник мог использовать гранату, не находится своего подтверждения. За фактом выбуху правоохранители уже начали криминальное проведение. На месте выбуха продолжают работать следы-оперативные группы и выбухотехники, чтобы при светлении дня ретельно провести огляд и установить, какой именно выбуховый пристрел был использован. МВД Украины налаживает связи с американским ФБР. Министр внутренних дел Украины сегодня начал пятидневный визит в Соединенные Штаты. С кем будет встречаться и что обсуждать в материале Светланы Чернецкой. Визит в американскую столицу Арсен Аваков начал с посещения мемориала в центре Вашингтона. Это памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов прошлого столетия. На этом культурная программа заканчивается и начинается рабочее. Впереди много встреч и заседаний с американскими коллегами. Есть что обговорить по политическому спектру, в том числе вопросы противоводействия российской гибридной войны. На тле событий, которые были в Сосбире, на тле химической атаки, на тле втручание выборчих процессов, киберзагрозы и так далее. Кроме того, мы взаимодействуем. Тут также будем подписывать документ про спильные действия с американским агентством противоводействия наркотиков, ДЕЯ. Кроме того, будем мать деякие встречи с полицейскими формированиями. А также у меня будут встречи в Держдепе и в Сенате и Конгрессе. Программа пятидневного визита включает также посещение центра, где обучают агентов ФБР, Академию Квантика. Министру организуют экскурсию и расскажут о работе структуры. Также главу МВД ждут в Академии управления по борьбе с наркотиками. В составе украинской делегации представитель нацполиции. Его цель – наладить сотрудничество со штатами в плане борьбы с организованной преступностью. Это организованная злочинность, которая действует на территории Украины под вплывом России. Мета – дестабилизация обстановки на территории Украины. И для этого российская влада выкористовывает злодея в законе, и других злочинцев, которые едут с России до Украины. Планируют наладить сотрудничество и в сфере образовательной. Уже сейчас украинские полицейские пограничники проходят обучение в американских академиях и возвращаются домой в статусе инструкторов. Этот пятидневный визит должен закрепить дружбу и сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Стороны обсудят планы по совместной работе и запишут их в меморандумах. А из Вашингтона украинская делегация отправится в Хьюстон. Там не только посетит Академию департамента полиции, но также примет участие в совместных учениях украинского и американского спецотрядов. Светлана Чернецкая, Юрий Романюк. Подробности. Телеканал «Интер» из Вашингтона. В Ривненской области некоторые участки дорог напоминают поле боя после бомбежки. Люди уже начали блокировать трассы и требовать от местных властей немедленного ремонта. Когда появится асфальтное покрытие на дорогах, узнавали наши корреспонденты. Трассу, которая соединяет Ривна и Сарны, местные жители давно называют полосой препятствий. Почти 90 километров вот такого качества с небольшими перерывами на асфальт. За ямой еще одна яма. Проехать, чтобы не попасть в выбои, ну практически невозможно. Чтобы не повредить авто, водители маневрируют. Приходится выезжать на обочину или встречную полосу. Из-за этого часто случаются аварии. Эта авария произошла между селами Малушка и Яриновка. Водители говорят, это самый разбитый участок дороги Ривны-Сарны. Журналисты подробностей уже инспектировали эту дорогу в начале весны после того, как сошел снег. С тех пор ситуация не изменилась. И снова бригада дорожников восстанавливает покрытие лишь выборочно. И хотя знаков предупреждающих о дорожных работах много, самих рабочих найти удалось с трудом. Эта бригада латает дыры на тех участках дороги, которые не ремонтировались уже лет 10. Но пока старые ямы асфальтируют, не выдерживает уже относительно новое покрытие. Сейчас мы начали делать ямковый ремонт. Но опять же хочу сказать, что ямковый ремонт финансируется с эксплуатационного отримания. На сегодняшний день этот лимит обмежен. И даже очень обмежен. Пока в Автодоре жалуются на нехватку денег, у некоторых жителей области уже не выдерживают нервы. На этой неделе люди перекрыли международную трассу Киев-Коваль-Ягодин с требованием отремонтировать дорогу. Движение блокировали почти 7 часов. Сразу после блокады в Римненском облсовете собрали совещание. Дорожников предупредили об ответственности за качество ремонта. На Римненщине будет задеяна сумма близко 1 миллиарда гривен. То есть это рекордная сумма, которая почти в два раза будет больше, чем в прошлый год. И я думаю, что такими темпами мы за несколько наступных лет, возможно за 5, сможем кардинально сменить ситуацию с автошляхами в принципе. Всего в области нужно отремонтировать более 3000 километров дорог только местного значения. Данил Сниссор, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровскую область хотят переименовать. Общественники настаивают на новом названии – Сечеславская. Историки поддерживают такое решение, а жителей больше беспокоят последствия. Дополнительные бюрократические хлопоты. О всех тонкостях грядущего переименования в следующем материале. Сбор подписей за переименование области инициировала общественная организация. И уже успела отправить соответствующую заявку на имя президента. По мнению активистов, имя Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора, должно окончательно исчезнуть с карты страны. В день Украинской национальной революции, в 1917-1921 годах, Украинская народная республика тоже планировала сделать территориальный подел Украины. И название Сеч должно быть закреплено за нашей землей. Сечеслав назывался неофициально, Катеринаслав назывался Сечеславом. То есть, это стягивность времени с прошлого до будущего. Историки объясняют, название области Сечеславская связано с казачеством. Именно на территории этого региона находились пять казацких сечей. Самая Сечеславская область позволит нам нашу область очень интересно поставить, показать с точки зрения туризма. Даже на территории нашего города есть та же самая Старая Самария, где сохранились restки старовинной фортеции. Местные жители к переименованию относятся по-разному, но больше всего беспокоятся о последствиях, ведь нужно будет переоформлять документы. Я понимаю, сколько нужно будет потратить на то, чтобы все это переименовать, и потом сколько труда людям все переделать, все заново. Теперь мне как-то безразлично. Я как жила в Невропетровской по старости, так и буду жить в ней. Мне кажется, что самое главное не так, как она будет называться, а так, чтобы людям было в этой области, жилось хорошо, комфортно. Последнее слово, как должна называться область, будет все же за ее жителями. В облсовете уже дали распоряжение назначить общественные слушания в городах и районах. И пока есть два варианта названия – Сечеславская и Днепровская. Но вариантов может быть и больше. К любому решению жителей областной совет готов. Мы все сделаем так, чтобы административно это не было никаких негативных последствий. Это не будет никакой проблемы. То, что это потребует много времени, это так. Действительно, есть определенные изменения назв, материальные ресурсы, которые нужно использовать, чтобы выготовить новые таблички. Но это, на мой взгляд, очень маленькая плата за такую суттевую идеологическую измену. Чтобы петицию о переименовании области рассмотрел президент, нужно собрать 25 тысяч подписей. Пока идею поддержали лишь 4 тысячи. До конца голосования осталось меньше двух недель. Елена Миндалюк, Лина Зеленская, Евгений Каденцов. Подробности – телеканал «Интер» Днепр. Переименование – дело пусть и ближайшего, но все же будущего. А вот мусорный скандал в Днепре уже реальность. Борьбу за вывоз отходов начал гурсовет и частный перевозчик-монополист. Чиновникам не понравилось, что компания повысила тариф до 9 гривен. Власти решили расторгнуть договор. Пока сверху услуг делят люди возмущены. Они боятся, что могут утонуть в мусоре. В ситуации разбиралась Елена Миндалюк. 1 мая Днепровский горсовет планирует расторгнуть договор с перевозчиком мусора компании «Днепр Коммунтранс». Одна из компаний-монополистов, которая является в городе, выкручивает нам руки по поводу поднятия тарифа. А тариф на сегодняшний день в городе Днепр является самым низким в Украине. И для того, чтобы этого в дальнейшем не допускать, мэром города было принято решение о создании коммунального государственного предприятия, которое будет заниматься вывозом мусора. На предприятии, которое занимается вывозом мусора, объясняют, повышение тарифов – это не их прихоть. Последний раз их пересматривали в 2013-м и повысили до 9 гривен. Сейчас, учитывая рост цен на топливо, запчасти, повышение заработной платы, компания терпит убытки. Поэтому расценки нужно пересмотреть. Мы с 2014 года подаем на рассмотрение наши расчеты. Они заканчиваются или отписками, или вообще на них никто не отвечает. Предприятие целенаправленно довели до ручки. Чиновники решили, будут вывозить мусор своими силами. Взяли кредит почти в 80 миллионов гривен. Приобрели 15 единиц спецтехники. Машину для мойки контейнеров более чем за 5 миллионов гривен. В 7 миллионов обошлись мусоровозы с видеокамерами и кранами. Эксперты называют такое приобретение расточительством и нарушением законов. Ведь техника была приобретена в лизинг под 16% годовых, а это 6 миллионов гривен переплаты. Но когда вот так вот в обход конкурентной процедуры, в обход открытому конкурентному рынку, покупают у одного поставщика и говорят, что это единственный вариант, но это откровенная ложь. Все поставщики, которые смогут в конкурентной борьбе, показать, кто на сколько может опуститься в цене. К тому же, говорят общественники, Горсовет нарушил закон о госзакупках. Дважды чиновники пытались закупить мусоровозы через систему Прозора. Но антимонопольный комитет признал прописанные чиновниками условия дискриминационными. Центральный комитет КПО Рео, напрямую прописав условия под форт, он нарушил законодательство, потому что нельзя прописывать условия под одну торговую марку. Я считаю, что это прямая коррупция городского совета, в которой замешаны первые лица города. Городские чиновники все обвинения называют клеветой. Через несколько месяцев в город приедут новые 15 мусоровозов. До этого времени власти планируют привлекать в качестве субподрядчика бывшего монополиста. Но на предприятии настроены радикально. Мы не будем выступать как субподрядчик. Мы будем или исполнитель услуг, или не будем вообще в этом участвовать. Сейчас монополист ежедневно выводит на маршруты более 20 машин. И этих мусоровозов не хватает, чтобы полностью вывести отходы. Как будут опустошаться контейнеры, когда машин станет почти вдвое меньше, пока непонятно. Местные жители обеспокоены. Пока идет передел рынка услуг, они могут утонуть в мусоре. Это дорого будет. Это дорого. Ну, хоть 15 гривен бы было. Но 24 для пенсионера, который живет на 2000, это дорого. Чем закончится дележ рынка в Днепре, станет понятно уже в первых числах мая. При этом повышение тарифов все равно не избежать. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. Угроза экологической катастрофы нависла и над Ивано-Франковском. Местные активисты обнаружили горы мусора в одном из притоков Быстрицы, реке, которая обеспечивает водой весь город. Продолжат наши корреспонденты. Представитель общественной организации рыболовов Руслан Безручко рассказывает, ежегодно вместе с друзьями-активистами проверяют состояние рек в Прикарпатии. Недавно исследовали берега реки Ворона. Искали браконьеров, но нашли горы мусора. Руслан говорит, что Ворона – это приток реки Быстрица, в которую могут попасть все эти отходы. Последствия будут катастрофическими. По словам активистов, мусор в речку сбрасывают жители села Подлужье. Во время проверки общественникам удалось поймать несколько из них на горячем. Населяне уверяют, они к загрязнению не причастны. В сельсовете признают, что мусор в реку в основном выбрасывают все же местные жители. В частности, те, которые отказались платить за вывоз бытовых отходов. В Подлужье таких почти 60%. Но в областной госэкоинспекции говорят, следить за чистотой – прямая обязанность сельсовета. Все побоевые отходы, которые утверждены на территории населенного пункта, являются властью громады. То есть, за их всем перебыванием, уничтожением, вывозом, действуют органы местного самовыряния. В сельсовете должны были создать спецкомиссию. Почему ее до сих пор нет, в Подлужье объяснить не могут. На данный момент мы не можем створить комиссию. Почему? Почему? Не готова вам сейчас сказать. Если мусор в скором времени не уберут, главе сельсовета грозит административная ответственность, то есть штраф. При повторном нарушении может последовать увольнение. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Михаил Ребристый. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Британии запускают массовую кампанию против Брекзита. Об этом сообщает Би-Би-Си. Движение под названием «Голос народа». Инициатива про европейских депутатов, бизнесманов и активистов. Они хотят добиться нового референдума о выходе Британии из ЕС. Организаторы говорят, в 2016-м люди не знали, к чему приведет развод с Брюсселем. Стартует акция с массового митинга в Лондоне. Около 100 тысяч человек вышли на протесты в Будапеште. Масштабную демонстрацию в столице Венгрии провели, требуя пересчета голосов. Парламентские выборы, напомню, состоялись в прошлое воскресенье, после чего Виктор Орбан получил кресло премьера в третий раз. Продолжит Елена Абрамович. Европа, помоги, остановите Виктора и Орбан, диктатор. С такими лозунгами вышли на массовый протест венгры. Главное требование демонстрантов – пересчитать голоса. В мажоритарных округах партия Орбана получила две трети голосов и чуть меньше половины по партийным спискам. Впрочем, многие понимают, что пересчет не спасет ситуацию, ведь оппозиция так и не сумела пойти на выборы единым фронтом. Думаю, всем левым партиям следовало бы объединить свои силы. Многие проголосовали за левых, но их голоса растворились. Одним словом, они жалкие, и это ужасно. Они такие слабые, что не могут достичь компромиссы и нападают друг на друга вместо того, чтобы объединиться. Демонстранты требовали также принять новый закон о выборах и обеспечить независимость СМИ. На превзятость СМИ во время предвыборной кампании указывали и наблюдатели ОБСЕ. В докладе организации также говорится о запугивающей и ксенофобской риторике партии Орбана, а еще непрозрачности финансирования кампании. Впрочем, сам Орбан на все замечания и протесты ответил коротко. Мы выиграли и все. Но организаторы протеста настаивают. Худшее впереди. Если мы не объединимся, то проиграем эту битву. Мы не хотим еще 150 лет жить с этим режимом. Не хотим еще одной эры давления, и нам не нужна очередная волна возмездия, как в 1948 году. В то же время правительственный еженедельник опубликовал список так называемых наемников американского миллиардера Сороса. В нем две сотни фамилий, среди которых исследователи университета, который финансируется фондом Джорджа Сороса. А также сотрудники ряда общественных организаций, журналисты и экономисты, которые критиковали политику премьер-министра. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Больше тысячи фазанов и свыше двух с половиной тысяч летучих мышей вернули в естественную среду обитания в Харьковской области. В социально-гуманитарном комплексе Фельдман Экопарк всю зиму собирали и выкупали животных у браконьеров, чтобы вылечить их и затем выпустить на свободу. За акцией спасения наблюдали и наши корреспонденты. Фазаны сидят в коробках, накрытых еловыми ветками. Потому что очень жарко, чтобы не было проблем с их здоровьем, поэтому сделали им холодок. Они будут вместе со своей семьей на свободе. Гори! 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 Птицы упорхнули в лес. Правда, некоторых пришлось уговаривать. Наблюдавшие за этим посетители Экопарка в восторге. Он любит птичек, зверушек всяких. И приехал, он очень доволен, что ему даже попалась пёрышка. Сегодня в естественную среду обитания вернули более тысячи фазанов. Несколько месяцев их собирали по всей Украине волонтёры Центра спасения диких, экзотических и домашних животных Добрый дом Фельдманекопарк. Выкупали у браконьеров, часть птиц принесли люди. Некоторых пернатых, переживших нападение хищников или охотников, пришлось выхаживать и лечить. Эта птица вообще собиралась по всей области, по всем городам, для того, чтобы выпустить на свободу. Не стояли они, чучелы не были из них сделаны. Понимаете? То есть часть была купленная на рынке, часть покупалась у людей, которые держат дома. Также в Фельдманекопарке в дикую природу вернули более двух тысяч летучих мышей. Обе акции спасения и рукокрылых, и фазанов провели в рамках работы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных. Ольга Люк, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Экстренная посадка самолёта из-за шариковой ручки в Китае, беспилотные автомобили на дорогах Калифорнии и новые короли рок-н-ролла. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Джон Бон Джови вошёл в зал славы рок-н-ролла. Так называется организация в американском Кливленде, которая отмечает наиболее известных и влиятельных исполнителей в истории рок-музыки. Кроме Бон Джови, туда также вошли группы The Cars, The Stray's и The Moody Blues. Официальная церемония вступления музыкантов в зал славы запланирована на 5 мая. Бывший президент Франции презентовал поклонникам свои мемуары. За книгами с автографом Франсуа Ланда выстроилась целая очередь. Своим вниманием автор не обделил никого. Обнимал и целовал поклонников. В своей книге под названием «Уроки власти» экс-президент описывает свои ошибки и переживания после череды терактов. А также резко критикует нынешнего главу государства Эммануэля Макрона за его реформы. Электрокары без водителя колесят по дорогам Калифорнии. Беспилотные машины ездят по трассам американского штата, пока в тестовом режиме, без пассажиров. При этом за всем внимательно следит специальный оператор, который в любой момент может взять дистанционное управление машиной на себя. Зеленый свет испытаниям местной власти дали в начале 2018 года. Всего разрешения на тестирование получили 50 компаний. 9 миллионов долларов на безопасность Марка Цукерберга потратил Фейсбук за один год. Речь идет прежде всего о расходах на его поездки, в том числе на частном самолете с обслуживанием на борту, а также охрану его дома. По сравнению с предыдущим годом, статьи расходов на безопасность выросли почти вдвое. День рождения Ким Ир Сена с особым размахом празднует в Северной Корее. К памятнику основателя страны бесперестанно несут цветы жители КНДР. Вечером в честь Ким Ир Сена в небо запустят многочисленные фейерверки. День рождения Ким Ир Сена в Кендер считается крупнейшим национальным праздником. Его называют Днем Солнца. Переполох на борту самолета из-за шариковой ручки. В Китае пришлось экстренно посадить самолет после того, как один из пассажиров напал на борт проводника. Позже выяснилось, что мужчина угрожал стюарду шариковой ручкой. В целях безопасности экипаж принял решение экстренно посадить самолет, который направлялся в Пекин. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова